Какие масла произведены на территории Японии и какие масла только выдают себя за японские. В этом видео мы продолжим данную тему. Разберем бренды Profix, Aisin, Takumi, Molligreen и Seiken. С другими брендами мы в другом видео продолжим, потому что, к сожалению, информации, которую я размещу под описание к этому видео будет достаточно много, чтобы вы не потерялись, чтобы не было лишних вопросов, которые не связаны с данным видео. Давайте пока остановимся вот на этих брендах. Я, образно вооружаясь, разделю их на две группы. Те бренды, которые мы сейчас с вами рассмотрим, это Profix, Aisin и Seiken. Это будет одна группа и Takumi, Molligreen. Почему, я объясню немножко дальше. Давайте начнем с основополагающих вещей. В Японии производят моторные масла. Там есть огромное количество НПЗ. Там есть огромное количество лабораторий, которые занимаются разработкой и улучшением базовых масел, присадок и так далее, химии и тому подобное. Я уже не говорю о таких крупных структурах японских, как, например, GX, Naipanoil, всем известные, которые производят Enios. Для Японии. Для Японии производят Enios. К примеру, могу назвать одну из структур, поменьше немножко, Cosmo Oil Lubricants, который также производит и которым принадлежит большое количество связанных с индустрией автомасла, предприятий. У этой структуры, Cosmo Oil Lubricants, есть четыре собственных МПЗ. Давайте сейчас зачитаю цифры с бумажки. В городах типа они производят 240 тысяч баррелей в сутки, в МИА 155 тысяч баррелей в сутки, в Кагаве 120 тысяч баррелей в сутки и воски, 80 тысяч баррелей в сутки. Это достаточно большие объемы и масла, которые они закупают в основном, нефть, вернее, которые они закупают в основном, приходит к ним из Японии. Некоторое количество нефти, если им не хватает для производства базовых масел, своей нефти они закупают на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке закупка происходит, география примерно такова. В Арабских Эмиратах 25% закупает, Саудовская Аравия 24% закупается, в Катаре там около 18%, в Иране 12% и в Кувейте 9% и в других более мелких странах Ближнего Востока закупается там оставшаяся часть. Везется все это на танкерах в Японии, Япония перерабатывается. В описании к этому видео, чтобы не быть голословным, то что я сейчас вам зачитал, будет все указано в текстовом файле, вы можете сами посмотреть, там будут ссылки на сайты предприятий, фотографии предприятий, описание и тому подобное. Это все есть в открытом доступе, это можно посмотреть и самому, как бы я просто приложу это все в текстовом файле, чтобы вам было удобнее ориентироваться. Ну, в общем-то, вы можете найти эту информацию сами. Итак, Профикс, Айсен и Сейкин. К сожалению, у нас Сейкиновские баночки не было в наличии, на складе мы занимаемся Сейкиновской только тормозной жидкостью, почему-то ее у нас не оказалось. Так вот, Сейкин, Профикс и Айсен. Этими брендами занимается торговый дом Мэйджин Сангио, он продает продукцию уже более десяти лет, в том числе с недавнего времени на Россию, находится эта структура в Японии. В основном для Мэйджи Сангио по заказу производит завод Сангио Йоко Когио, он находится в Хиру, в префектуре в Японии. Он входит в компанию GX, которая Найпанойл. Ну, у GX и Найпанойл руки длинные, они очень многие структуры вливают в свои инвестиции, поэтому в том числе и в эту. Также на этом заводе производится большое количество смазок, различных добавок, топлива, промышленных масел и так далее, получается. Они делают основы там, для производителя резины, бриджсов, Никигама, Данлаб и так далее. Базовые масла используются для своих, для своей продукции в основном Эниоса. Присадки они берут у Шеврона, Лабризола, Автона и Инфенома. Что такое Профикс? Что такое Профикс? Профикс в Японии очень мало известный бренд, практически там его присутствие не ощущается. Он есть на небольших станциях, префектурах, где производят завод, развозят они по станциям, в основном 20-литровые канистры. А четырёшки производятся и поставляются в основном для российского рынка. В России есть единый дистрибьютор, который возит эти масла в России. Он один, соответственно эти масла возят сюда только через него. Масла действительно производятся в Японии. Про качество масла я, к сожалению, вам ничего не отвечу. У нас не было нареканий про то, какого качества этот продукт. Не было то есть ни негативных, ни позитивных отзывов о нём. Вы можете это всё сами найти в интернете. Огромное количество есть различных отзывов, тестов на ООО Клабе есть там и так далее. Вот. Я вам рассказываю только о том, что оно произведено в Японии. Да, эта масла действительно произведена в Японии. Оно делается уже в течение 10 лет в Японии. В описании к этому видео будет ссылка на сам производственный цикл. На производственный цикл даже, начиная с производства тары для профикса и на блондирующие заводы, которые его производят. Там также всё это видео будет показано, где он делается, как он делается, как он разливается и так далее. Как он попал на рынок российский, почему в Японии его практически нет? На российский рынок он попал очень простой причине, потому что в компании, в торговом доме «Менеджер Сангио» есть русскоговорящие российские менеджеры. Они подсказали идею для своих учредителей, чтобы неплохо бы отправлять эти масла в Россию, потому что в России японское качество считается эталонным. Поэтому, собственно говоря, профикс таким вот образом стал попадать к нам в Россию. Что касается «Сейкина», «Сейкин» в основном это тормозные жидкости, но они, кстати, по этим брендам производят для внутреннего рынка Японии ещё антифризы. «Сейкин» в Россию попадает через этот же торговый дом, как и «Профикс». То же самое касается «Айсина». «Айсин» производится, ещё поставляется на конвейеры, на многие конвейеры, поэтому, ну, «Айсин», я не буду долго об этом рассказывать, те, кто в теме, давно понимают, что такое масло «Айсин», вот это вот, этот завод, в частности, «Сейкин» делает, в том числе и «Айсина». На этой же абсолютно лень. То, что идёт на конвейер, это средний ценовой уровень. Чтобы не быть голословным, давайте просто вот к примеру вам приведу цены, которые в Японии в рознице на эти масла предлагаются, чтобы вы тоже понимали. К примеру, масло «Тойотовское» в японских магазинах в «Автобаксе», например, или «Ео Халт», стоит, скажем, на наши деньги 0.20, 2.500 в рознице, 2.300 стоит 5.30 «Тойота», «Хонда» стоит, там, 2.700 примерно, «Хонда Z1» стоит трансмиссионное масло 3.000 рублей. А те же масла, например, премиального качества, например, «Вакас Р-1540», к примеру, стоят 14.500 иен, а это получается 8.400 на российские деньги. «Профикс» очень редко присутствует в магазинах и в «Автобаксе», в «Ео Хате» его нету, он есть в мелких структурах, в небольших, и стоимость примерно составляет 2.300 на наши деньги. Ну, просто, к примеру, скажу вам, что, например, «Костроловский» или «Бипи» масло стоит, там, тоже, примерно, 2.400. Вот, масла «Дельта» и масла различные «Космо», которые премиального качества, стоят в разы дороже. «Моллигрин Токуми». Забегая вперед, скажу, что оба эти бренды делаются на территории Японии, они производятся на одних тех же предприятиях. Брендодержателем, правовладелем торговой марки является компания «Палстар». «Палстар» – это огромная структура, которая тоже по всей Японии занимается, и оптовой, и розничной автомаркетом занимается очень много. Они давно уже работают, в их собственности находятся большое количество структур, различные, связанные с автомобильной тематикой. «Моллигрин» сделана по заказу компании «Палстар», соуструдничает со «Стабаксом» и реализует, соответственно, через эти же торговые сети. Она реализуется, в основном «Моллигрин»-продукция через «Автобакс», через ее «Хом», через «Триал-Р2», то есть, какие-то крупные ритейлеры, которые в Японии располагаются по всех предприятиях абсолютно. Вот эти масла «Моллигрин» и «Токуми» тоже среднего ценового уровня, в Японии имею в виду, они продаются в магазинах. Давайте, чтобы не быть белословным, скажу вам тут пару цен, которые у нас есть на эти бренды. Вот, например, смотрите, «Моллигрин» получается в «Автобаксе» в том же самом, «Моллигрин» стоит 3989 йен, это 2300 на наши деньги, получается «Токуми» масло стоит 3712 йен, это, получается, на наши деньги около 2200, получается. Эти масла среднего ценового уровня, они отнюдь не премиальные абсолютно, но, тем не менее, не производятся в Японии. Они производятся в основном на заводе «Чингао Якаку Когио». Это предприятие находится в префектуре Сайтима в городе Ясио-Сити. Все контакты также я укажу в описании к этому видео. Я извиняюсь заранее, если немножко что-то неправильно произношу по-японски, потому что очень тяжело японские названия выговаривать. Вот, эти бренды производятся только в Японии, еще раз сделаю на этом нюанс. Они в основном раньше, когда они были, когда бренд был, вернее, зарегистрирован, предназначены были именно для японского рынка, в частности «Моллигрин», оно предназначено было конкретно для «Автобакса», просто для структуры «Автобакса». Но постепенно, так как торговый дом «Полстар» – это торговый дом, который экспортирует кое-что и в Россию, соответственно, они стали экспортировать эти масла в Россию. То есть, эти масла, на самом деле, сделанные в Японии, на самом деле, они через единую сеть также экспортируются в Россию. То есть, все с этим абсолютно легально, это все происходит абсолютно прозрачно. Из чего производятся эти масла «Итакуми» и «Моллигрин»? Я, опять же, вам не расскажу, потому что эта информация, она тайно о семи печатях в Японии, никто ее не разглашает. Не в качестве рекламы, вот мы типа ее производим из того-то и того, то не в качестве просто акта доброй воли. Это коммерческая информация, абсолютно коммерческая информация. Кстати, сейчас «Автобакс» еще делает и под своим брендом тоже «Автобакс» масла, тоже они в Россию поставляют. Давайте резюмируем все вышесказанные. «Профикс», «Айсин», «Сейкин», «Токуми», «Моллигрин» производятся действительно в Японии, делаются они там уже достаточно давно. Подделок «Антерфакта» под эти бренды, по крайней мере, я лично не встречал. Возможно, они и появятся в ближайшее время, но сейчас на данном этапе я не сталкивался с подделками под эти бренды конкретно. Ценовая политика в Японии для этих брендов достаточно демократична. Демократичны они либо нижнего, либо среднего ценового уровня. В Японии эти масла, не берем в расчет «Айсин», который идет на конвейер, скажем, «Токуми», «Профикс», «Сейкин». Ну «Сейкин» тоже это бренд такой достаточно, который выпускает ограниченное количество продуктов, там, в частности, он делает термозные жидкости, немножко антифризов. Так вот, из этих всех брендов, перечисленных пяти, самые популярные в Японии известные, это, конечно, «Моллигрин». Это объясняется очень просто. «Моллигрин», дело сделано по заказу полстарой «Автобакса», соответственно, оно во всех магазинах «Автобакса», которых 600 по всей Японии представлено. Естественно, за счет массовости оно там популярно. Себестоимость этих продуктов всех, практически без исключения, усредненная себестоимость не более 1200 рублей, это максимальная себестоимость в Японии. Поэтому то, что они в России у нас стоят в пределах тысячи, от 1,5 до 2,5 тысяч, это вполне объяснимо, разумно и логично. То, что касается, еще раз скажу оригинальных масел, которые тоже здесь в этом обзоре я выставил для вашего обозрения. Эти масла в Японии считаются либо нижнего, либо среднего ценового уровня. То есть, ничего премиального абсолютно в этих маслах нет. Они достаточно качественно сделаны. То есть, это масла, которые поставляются на конвейеры, но, тем не менее, эти масла, они среднего ценового уровня. То есть, в Японии есть огромное количество масел, брендов, которые в России не известны, по цене в 2, в 3, в 4, в 6 раз дороже, чем вот эти масла, которые представлены здесь. Японцы, они очень, в этом плане очень люди такие, очень любят выбирать, вот они очень любят различные там, экспериментировать с маслами, с присадками и так далее. То есть, они как бы не берут такие масла, дешманские в основном. То есть, они стараются, если японец более-менее богатый, он старается делать выбор в пользу премиального бренда. То, что производится для конвейера, это средний уровень. Я надеюсь, я всё всем объяснил. В описании к этому видео всё подробно разжёвано в текстовых файлах. Вы можете сами ознакомиться с ссылками на предприятия, на сайты предприятия, на заводы, на видео, кстати, предприятия, которые блондируют эти бренды. То, что касается цен, я специально сделал архив из фото, которые в основном с Автобакс, конечно, там Автобакс и Уилл Хат, по-моему, ещё магазин второй есть, там с ценниками японских магазинов, тоже можете его скачать, ознакомиться, в описании есть ссылка на архив. Скачайте, посмотрите, почитайте. Если у кого-то есть какие-то комментарии, пожелания к этому видео, пишите в комментарии, что вы хотели бы узнать ещё о брендах. Я постараюсь этот вопрос изучить и рассказать. А сразу, пользуясь моментом, люди спрашивают меня некоторые, бывают ли подделки под 20-литровые канистры оригинальных масел, в частности, под Тойоту. Вы знаете, нет, на своей памяти я ни разу не встречал ни под консервы подделки под литровые канистры, ни под двадцатки. То есть, двадцатки на моей памяти подделок не видел я ни разу. Сразу небольшой анонс. Следующее видео я постараюсь сделать про ещё бренды, которые вы интересовались. Это бренд TSL, бренд Barhal. Что же ещё там у меня было? Ещё какой-то бренд просили сделать. Ну, в общем, я посмотрю, постараюсь охватить те бренды, которые не охвачены в этом видео были.